здравствуйте в эфире программа актуальная тема сегодня с вами я анастасия левина и две мои стильные и очень красивые гости ирина филичкина и светлана першина здравствуйте здравствуйте рады видеть красивых женщин у нас в студии обычно я представляю гостей и говорю регалий и так далее но хочу чтобы вы коротко сами о себе немножечко рассказали кто вы откуда и зачем к нам пожаловали я ирина юрьевна филичкина я очень давно работаю в индустрии моды в девянос третьем году мне повезло выпало удача и счастья стажироваться в германии в старейшей академии одежды и там было второе везение мне дозволили представлять их интересы то есть преподавать эти уникальные немецкие технологии здесь в россии технологии мюллер и сын и собственно говоря с тех пор я занимаюсь трансляции европейских методик европейских технологий на территории россии стран снг от вас сразу я еду в киргизию читать лекции а в 2015 году когда в россии начала россия начала активно выступать на международных уже конкурсах на международных чемпионатах по профессиям world skills я собственно в 2015 году заявилась о том что я готова развивать компетенцию технологии моды что я готова быть тренером экспертом и готова заниматься подготовкой российской сборной для международных чемпионатов собственно говоря этим я сейчас и занимаюсь и в общем то можем с гордостью сказать что за историю участия российской команды технологии моды у нас ни разу не было поражений у нас все время мы начинали с медальона по мастерству у нас однажды было золото на чемпионате в китае мы хотим чтобы оно было у нас гораздо чаще в общей сложности мы приняли участие в 6 чемпионатах международного уровня в очень таких серьезных и еще в менее серьезных еще в трех международных чемпионатах в общем уже девять чемпионатов и с последнего чемпионата в грация чемпионата европы мы привезли серебро такие у вас грандиозные успехи я считаю что да да действительно идино светлана 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 мой заместитель и является менеджером компетенции собственно говоря на руководитель всей российской линейкой ну пусть она себя расскажет немножечко с меня зовут пешина светлана я являюсь менеджером компетенции технологии моды и как или не сказала я ее правой рука может так мягко и правая половина мозга ирина юрьевна занимается международной линейкой транслирует все международные какие-то практики новые и современные технологии к нам а я уже все распространяем на российской территории ну естественно мы работаем в тандеме без этого никак и это очень удобно мы развиваем наше направление технологии моды и моя жизнь может сказать разделилась на две половины первая половина преподавала а вторая половина с четырнадцатого года я уже в этом движении занимаясь непосредственно компетенции технологии моды ну если кто бы сказал что я буду этим заниматься направление не поверили я бы не поверила да но теперь когда уже с четырнадцатого года движение очень сильно зашло скажем нашу российскую действительность сильно изменила историю среднего профессионального образования на данный момент у нас уже практически ни одного региона не осталось чтобы не прошли модернизации именно материально-технической базы активно идет работа в этом направлении сейчас вот мы с арина юрьевна приехали сюда на курсы повышение квалификации преподавателей мастеров и уже прокачиваем именно навыки повышения квалификации преподавательского состава то есть это цель вашего визита сейчас мы плавно перешли к ней как надолго вы приехали и где вы будете проводить свои мастер-классы свое обучение мы приехали довольно таки надолго у нас по ходу будет две группы преподавателей всего пройдет 30 человек обучения обучение проходит многоуровым американском колледже очень большая география слушателей которые к нам сюда приехала здесь и представители крыма из урала и кавказа очень большая география то есть 32 человека представляет разные регионы страны это вот это говорит о том что люди приехали сюда не просто из любопытства побывать в уникальном месте и в прекрасной республике солнечной бурятии но люди приехали сюда еще и потому что местному колледжу есть что предложить и что показать потому что их база позволяет принимать вот специалистов со всей страны чем отличается в этой республиканской многоуровневый колледж наш от других например почему именно сюда ну вот здесь у них очень богатая история они можно сказать первые первое образовательное учреждение которое кредитовала площадку сцк это специально специализированный центр компетенции и вот уже у них подходит срок мне третий раз будут подавать документы надо на аккредитацию данной площадке чтобы пройти аккредитацию действительно нужно показать высокий уровень для того чтобы достойно пройти все эти процедуры обязательно нужно чтобы были призовые места национальных чемпионатах были хорошие результаты показаны участниками во время региональных отборочных то здесь такая процедура длительная плюсом еще материально техническая база должна соответствовать нашим всем стандартам нашего движения ворске ну и плюс коллеги у вас здесь сертифицированный эксперт и сертифицированный эксперт уже можно сказать со стажем она с 16 года прошла процедуру тоже сертификации да да поэтому у вас хорошая площадка хорошая база приятно слышать приятно слышать что у нас в бурятии в ланаде есть такое замечательное место чуть-чуть отвлечемся я все-таки пользуясь служебным положением раз я могу спросить что впечатляет что впечатлило я понимаю что может быть еще не все посмотрели да но на что обратили внимание вот у нас здесь вы приехали в ланаде в бурятию мы чуть-чуть с вами за кадром поговорили про горы да про виды но вот что сейчас мы же солнце 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 это вообще фантастические я никогда не видела я немножко художник и я просто наслаждаюсь тем как играет совершенно по-другому цвета играют вот в этом свете у вас уникальный совершенно свет и и данными замечаем вы этого не замечаете безумно красивые женщины очень молодо нас сегодня познакомили со старожилом старожилой мед местной моды и модельером парикмахером я к сожалению запомнил везут и 81 год но она не выглядит на него и я тоже отмечаю когда утренние лучи попадают в окна моего нашего отеля отеля мы дома живем отеля который называется даже вот прекрасное оформление отеля очень хороших так очень приятно использованы местные традиции такой прекрасный фьюжн современностью вчера мы попробовали бурятской кухни тоже получили огромное наслаждение бурятской кухни женщины красивые столько женщин с восточной внешностью нигде наверно никогда не встретишь и причем это такой опять же приятный фьюжн когда тут чувствуется какие-то европейские очень много занимаясь антропометрии мне очень интересные очень красивый народ прекрасная кухня уникальная природа и что еще может быть лучше да здорово прям так описали взбодрили даже меня здорово тогда еще такой вопрос теперь вернемся обратно насколько вообще востребована профессия сейчас в швейном направлении до идут туда или не идут кто туда идет и кем потом они становятся да те кто обучается вот смотрите я у меня я немножко сихла на меня конечно же дополнит дополнить то что она лучше знает российскую рамку а мне больше известна европейская рамка посмотрите если мы говорим сейчас о востребованности то востребованность кадрах она просто зашкаливает причем зашкаливает востребованность кадрах первичного звена в рабочих профессиях во профессиях швей портных закройщиков очень многие дети к сожалению мечтают о профессии дизайнера но не всегда находят свою нишу в отрасли будучи хорошим технологом хорошим конструктором может добиться гораздо больших успехов потому что на них очень большой спрос чем будучи хорошим дизайнером не понимающим процессы придумать что-либо может сейчас любой блогер а вот запустить реально свою линейку одежды может наверное тот человек который хорошо и глубинно понимает процессы который может просто взять картинку из интернета и реализовать ее либо для своего клиента соседа по площадке либо для маленького пула клиентов сделала в какую-то маленькую фабрику выпуская маленькие коллекции если говорить вообще в целом о нашей компетенции технологии моды у нас есть например компетенции в которых ну флористы казалось бы все там любят дарить друг другу букеты у них всегда 14 15 участников максимум если же говорить о компетенции технологии моды то к нам для участия в отборочных соревнованиях приезжает слон геннадьевна сколько регионов шестьдесят восемь регионов вовлеченность можем себе представить насколько велика вовлеченность что у нас есть конечно такие мы всегда немножко обижаемся что как-то так про нас забывают что там швейка что есть проблемы в целом в промышленности мы никак не можем выстроить такие очень прочные контакты которые были в советском союзе между предприятиями учебными заведениями и очень не хватает потому что ну видите здесь как бы нет субсидирования нет финансирования легкой промышленности поэтому и нет какой-то такой серьезной борьбы за влияние но тем не менее интерес огромный ну и плюсом вот опять же благодаря движению work skills именно такой хороший разворот в сторону рабочей профессии и действительно сейчас уже многие студенты поступают колледжи и вот показывать статистику уже такой перевес хороший идет 60 процентов выпускников идут именно в колледже и что самое интересное очень приятное многие когда при поступлении а вы меня возьмете в региональный чемпионат то есть уже движение уже нас определяет ударом да то есть если раньше после восьмого класса ребенок например не справляющийся с учебной программой и не планирующий но куда пойти вроде девочку давай в швейку мы тебя отправим вот-вот-вот а сейчас другая совершенно стереотип был такой ну вроде как-то так у нас у нас очень сильно за пять лет поменялся контингент наших участников они на входе приходят гораздо сильнее чем те которых мы прокачали которые на сборной находятся почему потому что сейчас закончив 10 классов ребенок говорит ама а я пойду в колледж да ты что и они приходят в колледже с пятерками с дипломами с отличными потому что они видят уникальное оснащение в институтах такого оснащения нет самые современные швейные машины самое уникальное швейное оборудование самые лучшие знания если говорить о знаниях мы можем сейчас похвастаться еще одним достижением мы эксперты вордскиллс не какие-то люди сверху а мы эксперты вордскиллс создаем сейчас образовательные стандарты приближая их к европейским стандартам и наши победы на международном уровне они говорят о том что мы понимаете быть серебряными медалистами в европе занять третье место у нас заняла эвелина да там нас было это на первое два на последнем чемпионате мира в казани где было почти 40 участников 40 стран представлена было и вот я считаю что это очень высокое достижение мы можем говорить о том что мы во первых хорошо готовим да во вторых что наши участники сильные они приходят уже с хорошей какой-то базой и это говорит о том что в целом наша индустрия моды она соответствует мировому уровню и кое-где да не кое-где я дал богом его превосходит да замечательно вот тогда к теме моды немножечко обратимся у нас в бурятии в нашем регионе проводятся свои недели моды у нас есть да какие-то модные показы и так далее но все же мода как таковая развивается слабо действительно так на мой взгляд это зависит от того что мы территориально находимся дальше от центра нашей страны и так далее то есть ну возьмем тот же самый масс-маркет и пойдем какие-то крупные магазины чаще всего привозят сток да ну или вот какие-то остатки прошлогодние коллекции как вообще обстоят дела в других регионах вы вот как люди которые из другого региона вообще с опытом вы можете как-то вот дать какую-то нам аналитику такую небольшую на ваш взгляд вы знаете если говорить вообще о неделях моды которые происходят там где-либо но в целом можно сейчас моды такой небольшой стагнации но огромный интерес как раз к азиатским художникам дизайнерам и огромный интерес к русским или выпускникам русской школы допустим или советской школы то есть посмотрите у нас очень грузинская например школа развивается почему развиваются и почему интерес именно к таким одоленном региона потому что с одной стороны до бурятским художникам не хватает вот этой ненавиденности как мы говорим на то есть они редко где-то бывают но если они умеют схватить вот коня за гриву оседлать его этого дикого скакуна моды принеся что-то свое традиционное родное красиво его переработав тогда этот человек может быть успешным у нас александр васильев все знают историка моды александр васильев от ребят ничего что-то придумываете тырте европейское тырте идеи красиво вот это будет правильная история если вы будете как бы используя тенденции европы а смотрю там рукава широки а что там у меня в родных традициях что там у моем народе ну-ка дай-ка я посмотрю как они работали с рукавом да то есть у моды всегда моды всегда как-то фокусируется так вот у нас сейчас конкретно в данном сезоне воротник а ну-ка давайте посмотрим какие же воротники у нас были у бурятов не было воротников но зато было очень красиво декорированная горловина это очень важно потому что лицо портрет горловины это сейчас основная тенденция моды мы сейчас все герои инстаграм где мы все время себя фотографируем привлекайте вот этими элементами делайте на них ударение делайте акценты на традиционном потому что если мы все одинаковых европейских воротничках это скучно да мы потом когда первый день открытия курсов встречали нас эмоциональных костюмов все как положено очень красиво действительно надо использовать местные традиции и грамотные их перерабатывать да вы знаете вот такую фразу как я даже записала дикий скакун моды даже вы сказали потрясающее выражение и еще абсолютно с вами согласна что не надо изобретать велосипед это в принципе да не только к моде относится ведь все уже давно придумано да у нас последний раз была такая очень серьезный спор как разная мы же в качестве жюри в том числе работаем и главный эксперт чемпионата бельгийка вот это вот не очень креативный карман а вот это вот очень креативный карман вы подождите подождите мы смотрим на это со своей колокольни мы за свою жизнь навидались карманов а дети которые только приходят моду им кажется что они вот что-то на придумали накреативили и в этом и есть основная проблема молодого поколения потому что им кажется что а на самом деле они запрели велосипед а вот если они достанут что-то традиционное что-то родное чего там европе не видели вот тогда там уже в европе скажет а вам то кажется что ну да чу это моя бабушка носила моя мама носила моя прабабушка носила а в европе этого не видели вот доставайте это из сундуков поверьте мне к этому огромный интерес сейчас для того чтобы заявить себя на международной арене да то есть возврат и оглядка такая национальная к истоков конечно это очень важно посмотрите у нас и даже вообще все ситуации в мире она к этому подталкивает то есть локдаун все сидим по домам давайте будем вокруг себя смогли давайте оглянемся и посмотрим какие сокровища нас окружает до замечали представим их миру я буду такая история на я хотела отдельно задать вопрос про тенденции но я думаю что может уже ответили заранее тогда вопрос еще такой завершающий как вообще по вашему мнению можно прививать вкус человеку и вообще в целом там населению можно ли или человек все таки он должен быть рожден с чувством стиля с чувством этого вкуса во-первых никто не может родиться с чувством стиля и чувством вкуса есть конечно сторонники и идеи генетики но я будучи педагогом и выросшие в семье педагогов и будучи замуж за педагогом считаем что действительно можно многое воспитать многое воспитать воспитать прежде всего личным примером и вот это как раз уважение красоте потому что ну у меня например безупречный вкус я считаю был у моего отца который никогда нигде никакой моде не работал но он всегда с таким умилением огромный сильный мужчину который по восьми видам спорта были разряды служивший всю жизнь в мвд достигший больших чинов очень серьезный мало улыбчивый но вдруг он всегда меня удивлял тем что для псы какое красивое дерево птичка ты слышишь и узнал всех птиц он знал как они называются по их голосам их отвечал просветки отвечал он обращал мое внимание на закаты на рассветы и вот это вот удивительное когда такой в общем-то достаточно сдержанный эмоциональный человек он обращал мое внимание на красоту окружающего мира ведь не случайно говорят что люди с прирожденным вкусом люди самым уникальным вкусом и судила удивительным чутьем на красоту этой итальянцы а потом тут же глядь ну конечно их такая красивая природа ну вот я же вам говорила что когда самолет садился я увидела эти горы я увидела этот свет меня прямо у меня аж затрясло потому что здесь тоже краси она другая но она красива по-своему у вас рядышком есть соседи например киргизы да и вот эти шапки отражают их киргизские горы у них тоже уникальный вкус у них тоже фантастическое чутье цвета я такого нигде не видела но они очень часто обращаются к стокам они очень часто работают со своим родным поэтому смотрите вокруг себя не надо ничего придумывать потому что все за нас придумала природа конечно хотелось бы еще сказать но не зря говорят что дети это отражение нас то есть как мы себя ведем как мы преподносим что вокруг нас окружает так ребенок будет воспитываться в этом же духе и он если ему мама с папой с детства как только он смог что-либо говорить начинает говорить что это красиво это вот на это лучше вот здесь вот ай-яй-яй скажем так он в этом растет он в этом растет он развивается да замечательно так мы с вами быстро емко я думаю поговорили я от себя вам желаю конечно же вдохновение конечно же творческих сил и ну все-таки для вас наверное самое главное это талантливых и благодарных учеников спасибо что спасибо спасибо большое спасибо это была программа актуальная тема до встречи в эфире